Всем привет! Сегодня мы попробуем новый формат, который поможет вам еще смелее делать шаги к своему успешному будущему. Обязательно досматривайте это видео до конца, ведь после увиденного и услышанного у вас больше не будет поводов отмазываться, почему вы до сих пор что-то не начали делать. Сегодня я расскажу вам три действительно вдохновляющие истории про простых людей, которые смогли выйти из зоны комфорта и кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. Для того, чтобы построить свой бизнес, вовсе не обязательно быть IT-гением вроде Билла Гейтса или Марка Цукерберга. Можно быть обычной домохозяйкой, медсестрой или вовсе не иметь ни профессии, ни дома. Рецепт для всех один. И главная его составляющая – упорство и изобретательность. Десять лет назад Шерри Шмельцер была сорокалетней домохозяйкой, и все ее заботы вращались вокруг дома и троих детей. Но скука и рутина одолели женщину, поэтому ей захотелось найти себе и детям какое-то новое развлечение. Взгляд ее упал на стройный ряд резиновых тапок Крокс, принадлежащих ее многочисленному семейству. Все, наверное, видели эти смешные тапки с дырками на широких пляжах Египта и у бассейнов Турции. Шмельцер вооружилась клеем и горской стразов, которыми и стала заполнять эти дырки, создавая все более замысловатые дизайны. Муж подал Шерри идею создать свой веб-сайт. Так и появилась в 2005 году их компания Джимбитс. Мы сели и устроили семейный совет. Хотим ли мы превратить это в настоящий бизнес? У нас был непогашенный кредит на тот момент, и нам нужно было совершить прыжок веры. Верили ли мы настолько в наш товар? Да. Хотели ли мы этого? Да. Если бы все провалилось, то мы бы смогли успокоить себя тем, что верили в свое дело и сделали все, что могли. А к августу 2006-го продажи аксессуаров для Крокс превысили сумму в 2 миллиона долларов. Но не все было так уж просто. Шерри пришлось поначалу работать практически 24 часа в сутки, так как к заботам о детях добавились и посыпавшиеся заказы, которые она выполняла вручную. Чтобы продвинуть свои поделки, Шмельцеры даже не стали писать бизнес-план и развешивать рекламу. Вместо этого они напрямую обращались в магазины, показывали свой товар и обзванивали людей. Если вы обеспечиваете хороший клиентский сервис, то клиенты будут о вас говорить. Мы не делали никаких маркетинговых исследований. Компания выросла органично. Почти как Томасу Эдисону с его двумя тысячами попытками подобрать материал для лампочки, Шмельцеру пришлось потратить немало сил на то, чтобы сделать правильный и прочный дизайн своих украшений. Первый блин вышел комом. Люди начали жаловаться на то, что стразы выпадают или ломаются, и возвращали товар. Спустя еще 9 проб, дело завертелось с невероятной скоростью. За полтора года существования бизнес невероятно разросся, и компания, производящая тапки Крокс, выкупила Джиббитс за 10 миллионов долларов. Глава медицинской компании PG Care с оборотом в 18,2 миллиона долларов Джен Флоун даже не закончила школу. Когда ей было 30, она прошла курсы медсестры и так начала свою медицинскую карьеру, которая затем взлетела на невероятную высоту. В начале 90-х Флоун ухаживала за людьми с различными стадиями слабоумия. И условия, которые могла обеспечить таким пациентам обычная больница, Джен категорически не устраивали. Потом она успела поработать и в Министерстве здравоохранения Великобритании, где пыталась что-то изменить в медицине на законодательном уровне. Но бюрократические проволочки тормозили процесс. Я была ужасно разочарована. У меня возникло ощущение, будто в государственных структурах никто не способен принимать решения. И тогда ее муж посоветовал не полагаться на кого-то еще, а самой заняться делом. Все почитав, они решили открыть неврологический центр, который бы смог принести около 166 тысяч долларов чистой прибыли. Но, помимо выгоды, у Джен был и другой интерес. Очень личный. У меня с детства было желание стать медсестрой, а потом у меня родилась дочь с инвалидностью, что еще сильнее меня подтолкнуло. Препятствием стали банки. Немолодой сестре почти никто не хотел давать кредит. Для них я была просто медсестрой-женщиной. Один из банкиров даже не смотрел мне в глаза, когда со мной разговаривал. Другой заявил, что медсестра, никогда не работавшая в бизнесе, не может разбираться в финансах. Удачу улыбнулась Джен только в банке Юнитраст, который дал ей 1,2 миллиона долларов для основания своего дела. Первый медицинский центр открылся в Милтон-Кинсе в 2001 году. Там могли лечиться одновременно 22 пациента, которые не заставили себя ждать. На прибыль от больницы флоуны выкупили свой дом, который им пришлось заложить, и смогли открыть еще два центра. В планах у флоуна открыть 4-й центр в Манчестере. Лечиться в медцентрах PJ Care стоит немало. За неделю содержания клиника берет 2825 долларов. Но здесь пациентам после травм головного мозга, комы, болезни Хантингтона и Паркинсона действительно помогают жить. Тогда как в обычной больнице без специального ухода они были бы прикованы к постели. Джен флоун 66 лет. Но она не собирается останавливаться на достигнутом. В ее планах выйти на международный рынок и консультировать другие медицинские центры. Эта история успеха отличается от остальных. Она не про представительниц таких благородных профессий, как медсестра или мама-домохозяйка. История Дэни Джонсон – это гавайи, наркотики и попытка суицида. Дочка наркоманов Дэни в детстве пережила все ужасы такой семьи – побои, домогательства и унижения. Уйдя из дома, она существовала за счет сомнительных отношений с не менее сомнительными мужчинами, которые кормили ее на свиданиях. Спать приходилось в машине, а чтобы заработать хоть какие-то деньги, подрабатывать официанткой в одном из гавайских барах. Прошлое давило на девушку очень сильно, и она пристрастилась к кокаину. А удовольствие это не из дешевых, и ей пришлось заняться проституцией. К моменту, когда ей исполнился 21 год, жизнь Джонсон скатилась на самое дно. В один из отходников Дэни стало совсем плохо, и она решила утопиться. Но тут что-то сломалось в ее голове, и девушка услышала призыв. «Это не должно было стать твоей жизнью, ты не должна употреблять. В жизни есть вещи и получше». Дэни стала думать, как выбраться из этой ситуации. На съем квартиры ей нужно было 4,5 тысячи долларов, но официанткой столько не заработаешь. Точно не раньше, чем через 4 месяца. А жить в машине не хотелось. Порывшись на заднем сидении, Дэни нашла курс для похудения и подумала, что это знак. Найдя номер производителя, она позвонила и спросила у них, что требуется для реализации товара на Гавайях. Как оказалось, лицензия и деньги, которых, естественно, не было. Тогда Джонсон пошла по другому пути. Я от руки написала флайер, но мне нужен был номер телефона для рекламы, чтобы люди могли связаться со мной. У меня его, конечно, не было. Я взяла Yellow Pages в телефонной будке. У официанток всегда есть мелочь. Я позвонила в одну маленькую телекоммуникационную компанию. Поболтала немного с одним парнем, пытаясь наладить контакт. За 15 долларов я получила голосовую почту. Флайер Дэни повесила на почте, без особой надежды на ответную реакцию. Но среди гавайцев, видимо, стремящихся выглядеть еще лучше на пляжах, нашлось 25 человек, которые в течение трех часов оставили заказы. За первый месяц Джонсон получила 40 чеков и 4 тысячи долларов. Позвонив еще раз производителю, она рассказала им про 40 заказов. А те уже не смогли отказаться. Осталось только получить адрес доставки. Не имея своего дома, пришлось договариваться с местным магазинчиком, торгующим алкоголем. За год Дэнни Джонсон заработала четверть миллиона долларов, просто перепродавая курс. К концу второго года она уже была миллионершей. Перейдя к более крупным проектам, девушка смогла открыть 18 центров для снижения веса по всей стране и стать мультимиллионером. Ей тогда было 27 лет. Надеюсь, что эти истории вдохновят вас на нечто большее, чем отдых на диване. Делитесь своим опытом в комментариях и если вам понравился ролик, то поддержите его лайком. Благодарю вас за внимание и спасибо за просмотр.